Можно бы было подумать, что это концлагерь, в котором, по словам Машки-алкашки, содержат россиян в Курской Народной Республике. Есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей. Но это не так. На данном видео – бараки российского города Тольятти, куда разместили переселенцев с Курщины. Добро пожаловать в Тольятти. У меня в Рыльске дом. После бомбежек лучше. Блин. Сделать ремонт в своих сараях – это слишком сложно. Легче сбросить авиабомбу на украинский город. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Значит, госпожа Захарова заявила, самый крупный лагерь, вероятно, всего расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 мирных жителей. Люди, которые находятся в лагере, были принудительно доставлены туда членами вооруженных формирований киевского режима. Подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Это правда то, что она говорит? Нет. Ну откуда правда? Что это концлагерь? Здесь 100% вранья. Доктора у нас есть, нас кормят, нам ребята воды привозят. Нам все, что могли. Что проводить? Да. Я не знаю, как ей не стыдно. Двумя словами, что можно сказать госпоже Захаровой? Что она дура, дура, прекрасная девушка. Я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли с мельских людей, граждан Советского Союза? Я напомню. Клент в рамство. Это же просто они на вашу почерку. Правда все равно пробьется. Тебя в суда. А если посмотри, как к нам ребята относятся. Данные свидетелей. Потом автоматом стоящих местных жителей. Правда причин. Стоящие. Несколько. Это не нас не безопасно. Ребята, они нас в мельских. Это 13-17 парни. Это создание. Мы не можем врать. Мы Россия. Мы русский народ. Мы не готовы врать. А они готовы. Вот поэтому так и получается. В Назране матерям погибших освободителей на камеру подарили продуктовые наборы. 14 семей в центральном округе Назране за два с половиной года минувшие с начала СВО получили извещение о смерти сыновей. Эти утраты близким никем, ничем не восполнить. Это проявление признательности и заботы. Признательность и забота – это когда чиновник на новом внедорожнике «Мерседес» дарит матери вместо сына макароны и гречку. Списки близких бойцов, погибших, выполняя задачи специальной военной операции, администрация округа поднимает несколько раз в год. Несколько раз в год продукты привозит. Причем стоит с таким видом. Как будто родители, которые потеряли сына, ему что-то должны. В набор, в загрузке которого представители муниципальных властей участвуют лично, входят продукты первой необходимости. Мука – 50 килограмм, сахар – 50 килограмм, чай, масло растительное, молоко, печенье, рис, макароны. Ездить на новом черном «Мерседесе», который куплен на украденные выплаты освободителям, и дарить на камеру вдовам макароны, печенье и рис. Путинская Россия – это одновременно и забота, и уют, и тепло, и даже немножечко по-домашнему. И берут же самое удивительное. Не брезгуют и берут, никому даже в голову не пришло за такое в лицо плюнуть. Екатеринбург. С карты погибшего в Украине военного. Через банкомат кто-то снял все деньги – 205 тысяч рублей. Слышишь, это каково, снял 24, пришло, снял 24 себе. Вот, времени нету, короче, прибязать там номер твой. Ну, потому что действительно в обрез времени. Давай, я как вернусь, короче, я все сделаю, ладно? Свои не бросили. Свои через банкомат сняли все, что было на карте. Ну, а Центербанк в очередной раз умудрился, казалось бы, в простом деле, все это сделать, как всегда, через, ну, почему обязательно через задницу? Хотя, да, в этом случае как раз получилось все именно через задницу. Решили сделать памятную монету в честь юбилея мультфильма «Ежик в тумане». Все-таки, ничего себе, 50 лет уже этому мультфильму, в котором, блин, каждый может найти свой отдельный смысл. В зависимости от того, что человек перед этим, ну, скажем так, что у человека внутри. И выпустили с «Ежика» монету. Но, надо же, оказалось, что мультипликатор Норштейн, который, собственно, и создавал «Ежика в тумане», сказал, что с ним вообще это не обсуждалось. Сказал, что вообще все это выглядит, как какое-то воровство или, как минимум, плагиат. А тут «Союзмультфильм» вступился, сказал, что «Ежик в тумане», конечно, рисовал Норштейн, а права-то принадлежат нам. Права-то, да, жалко только в «Союзмультфильме» никогда не слышали про неотчуждаемые права создателей. Но это такая мелочь. А у нас даже и говорить об этом неудобно. Просто это же, как всегда, человек это вообще. О нем даже не вспоминают. Ну, создавал там что-то. Ну и что дальше? Ты создавал, а у нас юбилей. И монета у нас, и права у нас. А у создателей ничего нет. Нет, вернее, была какая-нибудь зарплата. Наверное, те самые 90 рублей максимум. Вот так и получается, когда хотели хоть что-то сделать по-человечески, а в результате, можно сказать, оскорбили создателя-мультипликатора. Все у них, как всегда. Через это самое. Ну да, конечно, через голову. А это вообще новость запредельных нанотехнологий. Российские биотехнологи. А есть, оказывается, и такие. И это уже звучит довольно забавно. Предложили создать целую сеть. Не просто эко-поселений, а био-эко-поселений. Что это за фиговина? И вообще, зачем все это? А это очень важно. Оказывается, у нас выяснилось, что много пустующих территорий. И предлагаются эти пустующие территории заселять сетью небольших поселений. И речь здесь идет не о двух-трех поселках, а о тысячах таких поселков. Где не собираются брать столько переселенцев-заселяторов, только не очень понятно. Но сама идея хороша. Будут жить в новых поселках, Где будет все по последнему слову техники. Будут жить, наслаждаться. И, конечно, размножаться. Да, обязательно. Вообще-то, для того, чтобы человеку просто жить, я уж не говорю заводить детей, Нужна целая система всяких разнообразных благ. То, что мы и подразумеваем под словом цивилизация. Нужны дороги, магазины, школы, детские сады, больницы, в конце концов. Работа должна быть где-то поблизости, по крайней мере. Ну, все то, чего как раз и не хватает в малых населенных пунктах. В тех же самых деревнях, откуда люди бегут просто со страшной силой в города. Может быть, эти вопросы как-то порешать? Уже и населенные пункты даже есть, и даже уже кто-то там живет? Нет, конечно. Это не наш метод. Пусть деревни и малые города загибаются, а мы будем открывать новые эко-био-поселения. У нас будет свой путь. Свой путь, очевидно, в маразм. Ну и опять же, не надо забывать, что на деревнях особо денег не попилишь. А вот на обустройстве тысяч био-эко-поселений можно вообще распилить, в принципе, любую сумму. Именно так. Именно так. Субтитры создавал DimaTorzok